МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Давайте разберёмся». Я её ведущая Наталья Заченко. Сегодня предлагаю обсудить тему, которая у всех на слуху. Она самая актуальная на сегодня – это выборы в местные органы власти. Советы избрали, списки депутатов уже известны, а вот фамилии мэров узнаем совсем скоро. 15 ноября, второй тур. Чего ожидать жителям Запорожья и области? И как будут работать новые советы? Давайте разберёмся. Но для начала традиционно знакомимся с гостем. Его видеовизитка далее в программе. Шурма Ростислав Игоревич имеет два высших образования. Окончил Киевский национальный экономический университет и Национальный университет Киево-Могилянская академия. С 2012 года генеральный директор металлургического комбината «Запорожсталь». За три года комбинат «Запорожсталь» инвестировал в экологическую модернизацию своего производства более 2 миллиардов гривен. Средняя заработная плата на комбинате составляет 9265 гривен. Здравствуйте, Ростислав Игоревич. Рада приветствовать вас в нашей студии. Итак, 15 ноября состоится второй тур голосования. Как оцениваете предвыборную обстановку в целом в регионе и результаты первого тура выборов мэра и городского совета в областном центре? Выборы – это всегда оценка. Оценка политикам, оценкам власти, которые даёт общество. Наверное, наш город Запорожье, как никакой другой, нуждается в серьёзных переменах. Есть действительно огромный запрос на то, чтобы изменить жизнь к лучшему. Давайте говорить правду. Наш город находится в упадке. Мне, как жителю Запорожья, наверное, очень неприятно это признавать. Но лучше всегда поставить справедливый и объективный диагноз, потому что тогда понятны правильные действия, которые нужно будет предпринимать. И эти выборы поставили очень чёткий диагноз и дали очень чёткую оценку. Местные власти и центральные власти. Что касается местной власти, результат действующего мэра слегка более 8 или 9%. Я думаю, для мэра города это один из самых низких показателей по всей Украине. Оценка абсолютно однозначная. Что касается депутатского корпуса, то мы видим, что более 90% депутатов предыдущего созыва не прошли в городской совет. Это тоже довольно-таки однозначная и чёткая оценка горожанами работы и депутатского корпуса, и мэра, и всей той команды, и группы людей, которые управляли городом в течение последних 5 лет. Что касается центральной власти, то диагноз тоже абсолютно очевиден. Результат объединённой президентской партии и партии премьер-министра, партии «Солидарность» слегка выше 10%. О чём это говорит? Говорит это о том, что 9 из 10 жителей Запорожья не доверяют действующей киевской власти. Что касается второго тура выборов мэра, то в городе существует две разные концепции. Одна концепция – это полная политизация процесса, разжигание ненависти в городе, деление всех людей на своих и чужих. К сожалению, эту концепцию продвигают провластные партии, партии-коалиции, и во главу всего взяла пропрезидентская партия, её кандидат. Знаете, это выглядит очень странно, потому что именно партия власти, которая находится уже в правлении государством практически 2 года, должна отчитываться о конкретных делах, которые сделаны для граждан Украины, для жителей Запорожья. Должна говорить о конкретных планах, о том, что они собираются делать в ближайший год, 2, 3, 5. Но мы видим сплошную политику. Для них город, городской совет – это площадка для дальнейшего политиканства, для продолжения революции. И результаты такой политики мы сегодня на уровне страны чувствуем, каждый на своём кармане. Это трагедия для страны. Страна доведена реально до пропасти – экономической, политической, культурной. Потому что всю страну поссорили, всех поделили на правых, левых, на своих и чужих, правильных и неправильных. И есть вторая концепция в городе, которую можно сформулировать как решение городских проблем без политики. Если спросить обычного запорожца, что тебя сегодня волнует? А волнует что? Что? Состояние жилищно-коммунального хозяйства. Это крыши, подъезды, трубы. Это дороги, это коммунальный транспорт, это больницы, это садики, это школы. И я убеждён, что именно этими вопросами должна заниматься городская власть. И именно этими вопросами должен заниматься мэр, хозяйственник, а не управленец. А не политизировать ситуацию и разжигать ненависть внутри города. К чему это приводит, эта концепция? Можно уже очень чётко посмотреть на примере страны, где комментировать просто ничего не нужно. Мы все дали оценку уже, и мы все чувствуем. Это можно увидеть, например, в Мелитополе, где оппозиционный блок получил полную победу. И когда пытались провести первую сессию, представители действующей власти, которые потеряли право называться властью, просто заблокировали проведение этой сессии, привлекли классических тетушек, вооружённых людей, пытались сорвать проведение этой сессии, сегодня не пускают законно избранного секретаря городского совета, законно избранных депутатов. Им всё равно, что происходит с людьми, что происходит с городским хозяйством. Цель одна – власть любой ценой. Мы можем посмотреть на другой противоположный пример – это город Бердянск, где, к сожалению, представители действующей власти, политиканы, которые прикрылись флагами технических партий, таких как «Наш край», всё-таки смогли отдурить бердянцев и получить победу на выборах в городской совет. Так что произошло? Буквально в первые дни они сформировали большинство в горсовете. И хорошо сформировали – работайте. Так они начали не с решения городских проблем, они начали с репрессий сразу же. Они начали срезать бигборды своего конкурента на выборах мэра второго тура, представителя оппозиционного блока. Они начали изымать силовым путём агитационные материалы. Но это дикари, которые могут привести в упадок, которые привели к упадок уже и страну. И, к сожалению, если, не дай бог, выиграют, то каждый город, где они будут побеждать. И этому уже есть очень много примеров в нашей стране. – Ростислав Игоревич, а как Вы считаете, стоит ли опасаться, что город накроет новая волна политического противостояния? – Вы знаете, к большому сожалению, так, наверное, и произойдёт. Потому что как в городской, так и в областной совет прошло достаточно много политических партий. Причём партий, представляющих действующую коалицию. Этим людям очень сложно идти встречаться с жителями Запорожья, говорить о экономике, говорить о рабочих местах, говорить о тарифах ЖКХ, о состоянии ЖКХ. Потому что в Запорожье потеряно 37 тысяч рабочих мест в Запорожской области за последние два года. Это две полные запорожстали. В Запорожье – реальное падение доходов населения. В Запорожье – страшный рост тарифов ЖКХ. Поэтому есть только один путь. Это разыгрывать политический спектакль, поляризовать ситуацию, поляризовать в смысле разделить на своих и чужих, показывать шоу. И, к сожалению, этим будут пытаться заниматься. Я могу даже привести несколько примеров, когда создаются страхи, создаются мифы, и путём обмана пытаются играть на этих страхах и мифах и задурить запорожцев. Давайте возьмём классический миф номер один, миф про донецких. Я откровенно не стал это комментировать, потому что уверен, что запорожцы – умные люди, они это всё распознали ещё до выборов. Говорили, что оппозиционный блок – это донецкий. Сейчас выборы уже состоялись. Давайте посмотрим на списки тех депутатов, которые прошли в городской совет, в областной совет, в районный совет. Покажите мне там людей с донецкой пропиской. Покажите тех страшных донецких, которыми пугали. Да ни одного там нет. Обман номер один. И он очень явно вскрылся. Обман и миф номер два. Меня и ту политическую партию, которую я вёл за собой на этих выборах, называют антиукраинскую. Ну давайте, наверное, начнём с того, чтобы перед тем, как придумывать такие мифы, надо было просто банально изучить мою биографию. Я родился в городе Львове. И прожил там полжизни. 16 лет своей жизни. Я закончил Киево-Могилянскую академию. Центр украинской культуры. Мои диты, яким 5 и 3 роки, дома земной разговаривают украинскую мову. Но при этом учат и русский язык, и английский язык, и будут учить немецкий язык. Это первое. Второе. Кто вообще этим людям дал право давать оценку, украинский или антиукраинский? То, что они творят со страной в течение последних трёх лет, более антиукраинской политики, тяжело просто придумать. Это самые страшные антиукраинские силы. А мы настоящие патриоты, которые пытаемся развивать город и страну. Ростислав Игоревич, хочу с вами обсудить более подробно второй тур, предстоящие выборы. Разрыв между участниками второго тура выборов городского головы в Запорожье, Владимира Борякова и Николая Фроловым, более чем в два раза. Я не знаю, как реально или как можно преодолеть этот разрыв. Да, действительно, более того, те социологические опросы, которые проводились за последнюю неделю, по крайней мере, я видел три из них, и они все показывают, что этот разрыв сохраняется, возможно, даже увеличивается. Я из своего опыта, и тот опыт, который я изучал как в Украине, так и в других странах, я не видел примера, чтобы в компании, в которой участвуют два участника, можно было преодолеть такой разрыв. То есть запорожцы уже сделали свой выбор, этот выбор очевиден, и с законным, нормальным путем его изменить нельзя. Но что можно сделать? И какие существуют технологии для того, чтобы в итоге перекрутить результаты выборов? Первое – это провокации. Мы уже там в течение нескольких месяцев наблюдаем за сплошной истерией, сплошными провокациями, мифами, о которых я только что говорил, для того, чтобы как-то одурить граждан. Между прочим, вчера или позавчера произошла очередная провокация, что якобы кто-то там избил какого-то члена штаба кандидата президентской силы. Я уверен, правоохранители и журналисты разберутся, и вылезет, что это был очередной фейк, очередной обман, очередная ложь, просто чтобы обмануть запорожцев. Это первая технология. Вторая технология – это фальсификация. И, безусловно, эти попытки, скорее всего, будут, тем более, что первый тур мэрских выборов это четко показал. Но тут я хочу очень жестко предупредить всех участников избирательного процесса, особенно всех членов комиссии. Выборы пройдут, Буряк все равно станет мэром. А отвечать за нарушение закону, закона придется каждому потом. Задумайтесь. У вас дети, у вас семьи. Не делайте глупостей. Третье – это срыв выборов. Это та технология, которая была применена в городе Мариуполе, в городе Красноармейске. Более того, мы очень четко знаем, что на сегодняшний день этот вопрос очень серьезно обсуждается в штабе нашего оппонента. Более того, вчера и позавчера прибыли специалисты из Киева. Фамилии этих всех специалистов мы тоже очень хорошо знаем. Мы знаем, где они живут, какие у них планы пошаговые. Мы очень тщательно наблюдаем за этим процессом. И, скорее всего, действительно будет подготовка к срыву выборов, потому что они понимают, что они проиграли. Но поверьте, мы тоже готовимся очень серьезно. И мы не дадим Запорожье сорвать выборы. Запорожцы зафиксируют свой выбор. И у Запорожья будет новый, достойный мэр. Правильно вы сказали, Ростислав Игоревич, Запорожцы сегодня беспокоят проблемы жилищно-коммунального хозяйства. То, с чем каждый из нас сталкивается каждый день. Тем не менее, большие планы требуют больших средств, больших ресурсов. И ни для кого не секрет, что страна переживает сегодня наилучшие времена. А что сегодня мы слышим от чиновников, обращаясь с проблемой лифтов, дорог? В бюджете нет средств. Как же тогда решать эти проблемы в дальнейшем? Знаете, перед выборами было дано достаточно много обещаний, в том числе и Владимир Викторовичем Буряком. И среди политиков всегда есть такая успешная история, которая, к сожалению, работает последние 25 лет. Я очень хотел сделать, но мне не дали там мои оппоненты. Давайте мы перейдем на какую-то реальную историю, реальную экономику. Ведь я выходец с реального предприятия, с реальной экономики. Буряк Владимир Викторович 30 лет отработал на предприятии. У нас же все совсем по-другому. Если ты будешь заниматься пустыми обещаниями, популизмами, ты как руководитель отработаешь ровно два месяца. А закончится это тем, первое, тебя либо уволят акционеры, либо тебе ногами вперед вынесут люди, твои же рабочие. Поэтому тут все очень просто и конкретно. Сказал, делай, отвечай и управляй. И давай результат. Поэтому это у меня в крови. Я знаю, что это у него в крови. Это ориентация на результат. А результат тут один. Может быть, сделать жизнь запорожцев более комфортной. Теперь, что касается бюджета, денег, как решать все эти проблемы. Безусловно, все проблемы решить за один год, даже за два года невозможно. Проблемы накапливались в течение 25 лет. И цена вопросов десятки миллиардов гривен. Но что можно сделать и что нельзя сделать? И как это сделать? Первое. Бюджет Запорожья даже сегодня достаточно большой. Это миф, что у нас нет денег в бюджете. Бюджет Запорожья 3,5, может быть, даже в следующем году будет 4 миллиарда гривен. Бюджет Запорожья в 2,5 раза больше, чем бюджет города Львова, который по размерам и по населению такой же, как Запорожье. Бюджет города Запорожье в пересчете на душу населения точно такой же, как бюджет города Днепропетровска и города Харькова. То есть априори бюджет достаточный. Теперь, значит, надо идти в расходную часть. А в расходной части у нас есть две проблемы. Проблема номер один. Это неспособность действующей городской власти просто реализовать конкретные программы за существующие в бюджете деньги. На конец этого года мы выйдем с проблемой, когда неосвоенными останутся от 300 до 400 миллионов гривен. Что такое 300-400 миллионов гривен? Это возможность полностью отремонтировать 5 больниц. Это возможность отремонтировать десятки километров капитально, отремонтировать десятки километров дорог. Но просто из-за своей безалаберенности, непрофессионализма эти деньги не смогли усвоить. А в итоге украли у запорожцев. Вторая проблема с расходной частью – это огромное воровство, которое есть сегодня у нас. Давайте возьмем тоже конкретные предмеры. Вот на капитальный ремонт дорог было списано почти 80 миллионов гривен. Вот вы мне скажите, это увидеть можно или нет? Хоть один запорожец предчувствовал, что где-то капитально отремонтировали хоть какую-то дорогу. Это фиктивные работы. Это завышенные расценки. Ведь асфальт у нас в городе кладут по 400-500 гривен. А я же у себя на заводе тоже кладу асфальт. И я знаю, что красная цена от 125 до 200 гривен в зависимости от сложности работ. Вот вам и ответ. Далее. На содержание домов в прошлом году списано 80 миллионов гривен. Я думаю, можно спросить у жителей любого многоэтажного дома, а что вас вообще на эти 80 миллионов гривен сделали? Трубы какие-то поменяли, подъезд отремонтировали, лампочки вкрутили хотя бы. Это просто списанные и украденные деньги. По моим оценкам, этот резерв составляет минимум 40% городского бюджета. То есть минимум 1,3-1,4 миллиарда гривен банально воруются у запорожцев. И такая же ситуация не только в бюджете, такая же ситуация на каждом коммунальном предприятии. На водоканале, на городских теплосетях. А потом это все перекладывается в виде тарифов, которые оплачивают те же запорожцы. За воду, за содержание домов, за тепло. Вот возьмем содержание домов. Запорожцы платят более 2 гривен за квадратный метр. А за это что получают? Вообще ничего не получают. А мы знаем, что себестоимость нормальной качественной услуги составляет 90 копеек. То есть тут воровство даже не 30-40%, тут воровство 90%. Потому что в цене более чем в 2 раза, так еще и услуга сама по себе не предоставляется. Это вторая часть расходная. То есть, а, у нас доходная часть достаточно. Б, нам надо работать серьезно с расходной частью. И вопрос номер 3, С, как теперь увеличивать доходную часть? А тут ответ тоже очень простой. Ведь что такое бюджет? Бюджет это производное от предприятий, от экономики, от рабочих мест. Поэтому чем должен заниматься мэр? Создавать стимулы и инвестиционный климат для того, чтобы сюда приходили новые инвесторы, новые предприятия. Чтобы сюда пришел не один Ахметов, а сюда пришло 10, 20, 50 Ахметовых, которые построят завод, отреконструируют заброшенный завод, откроют IT-компанию, создадут какое-то предприятие в сфере услуг еще. И эти все предприятия будут платить бюджет. И я вас уверяю, что потенциал здесь увеличить доходную часть минимум в 2 раза. И, наверное, четвертый, последний пункт, когда мы говорим об увеличении доходной части бюджета, это справедливое распределение средств между местными бюджетами и центральным бюджетом. Давайте для примера возьмем комбинат «Запорожсталь» и группу предприятий, которая с нами связана. Мы по итогам 2015 года заплатим более 3 миллиардов гривен в бюджеты всех уровней. Но в местные бюджеты, то есть на потребности нас, запорожцев, поступит всего лишь 500-600 миллионов гривен. Так у меня возникает вопрос, почему мы здесь работаем, а 80% денег уходит в Киев? А распределение-то должно быть минимум 50 на 50, а так по-честному вообще 75 на месте на решение городских проблем. И только 25% на содержание киевской власти. К сожалению, децентрализация – это одно из тех пустых обещаний, которые мы слышим, наверное, уже больше 20 лет с высоких трибун и, как правило, перед каждой избирательной кампанией. Реально ли, на ваш взгляд, воплотить в жизнь эту децентрализацию? Или это так и будет мифом и фикцией Киева? Мы эту историю наблюдаем уже, наверное, последние 25 лет и последние два года тоже яркое подтверждение тому. Каждый политик, кандидат в президенты, премьер-министр на своей пути к власти рассказывает, я передам деньги и полномочия в регионы. А как только пришел, сел в теплое кресло, удобное, давай все затягивать на себя. Все деньги, все кадровые назначения. Ну, это естественный процесс и очень ярко мы это видим сейчас. Но я лично убежден, что если мы не проведем реальную децентрализацию, а децентрализация это не политическая, не нужна эта политическая, это экономическая. Для того, чтобы те деньги, которые зарабатываются в регионе, они оставались в регионе. Для того, чтобы здесь назначались чиновники, не которые сдают взятки по вертикали в Киев, а которые работают здесь на громаду. Без этой децентрализации у нашего государства просто нет будущего. Возьмите любое успешное государство, начиная от Германии, заканчивая Китаем. Это все государство с глубоко децентрализированной экономикой. Почему? Потому что у каждой громады, у каждого города должен появиться стимул. Затащить сюда инвестора. Затащить сюда производство. Перенести сюда рабочие места. Для чего? Для того, чтобы собрать налоги, которые останутся здесь на месте и будут потрачены на нужды жителей, на дороги, на транспорт, на больницы, на школы. Они просто уйдут в Киев. Если оно все равно уходит в Киев, какой стимул здесь открывать производство? Поэтому не будет децентрализации, не будет инвесторов в регионе. Не будет инвесторов, не будет ни бюджетов, ни инфраструктуры, ни ЖКХ. Не будет страны. Ростислав Игоревич, сегодня очень многие говорят о том, что эти выборы будут иметь промежуточный характер. Что как раз после изменений в Конституцию будут значительно расширены полномочия власти на местах. И уже под эти новые полномочия будут проведены новые выборы. Как вы относитесь к этой теории? Безусловно, я как руководитель понимаю, для того, чтобы добиться фундаментальных изменений на уровне предприятия, города, нужно, наверное, 4-5 лет. Безусловно, период в 2 года – это достаточно короткий период. Но, я думаю, 2 года – это достаточный период для того, чтобы показать направление изменений. И если новый мэр, которого изберут запорожцы, сможет быстро, в течение нескольких месяцев, отладить работу, запустить программы по благоустройству города, по реформах в области ЖКХ, по приведению в порядок ситуации в больницах, наведению порядка закупкой лекарств, закупкой медоборудования, просто элементарных ремонтов в наших палатах, это будет видно. И через 2 года запорожцы просто дадут оценку. Либо человек справился, и он останется мэром, и сможет полноценно реализовывать свою программу, либо, если не справился, на выход. Тут нет никаких разговоров. Ну, несколько минут остается до конца нашего эфира. 15 ноября запорожцы будут избирать городского голову. Какого мэра нужно выбрать в Запорожье? Я, наверное, здесь хотел бы сказать не как директор завода, не как лидер политической партии, а просто как житель Запорожья, который сам живет здесь, у которого здесь живут дети, жена. Как человек, который свою будущую всю жизнь связывает с Запорожьем, с Запорожской областью. Мне нужен мэр-хозяйственник, а не политикан. Мне нужен мэр, который с утра до вечера будет заниматься дорогами, трубами, крышами, больницами, который знает и понимает, как это делать. И я уверен, что только Владимир Буряк сможет справиться с этой задачей. Поэтому я обращаюсь ко всем заборожцам. Сделайте сознательный выбор. Проголосуйте за решение проблем города без политики. Проголосуйте за Владимира Буряка. Он справится. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Телезрителям напоминаю, в гостях программы был генеральный директор предприятия Запорожья Сталь Ростислав Шурма. Мы увидимся через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин